Музыка, подобно компьютерным играм, собирает вокруг себя миллионы поклонников, объединяет единомышленников и порождает жаркие дискуссии. Ну а электронное мозло снискало новую волну хайпа после середины нулевых, когда каждый второй тащился по Тиесто, Армину Ван Бюрену и Дэвиду Гетто. Сейчас появились новые звезды, но, как обычно, самые яркие представители становятся самыми яркими конкурентами. Почитатели из противоположных лагерей то и дело приводят друг друга сотни аргументов в пользу того, чем же круче их кумир. Ну а мы, как обычно, искали в этом вопросе самые горячие и объективные доводы и готовы поделиться с тобой выводами. Добро пожаловать на Телблог.нет и сегодня ты увидишь батл Маршмеллоу против Алана Волкера. Раунд 1. Путь к успеху. В восхождении к звездам у обоих ребят пришлось примерно на одно и то же время, то есть 2014 и 2016. Маршмеллоу, несмотря на таинственный зефирный фасад, клепал первые музыкальные потуги под псевдонимом DJ.com. А все медиа, включая Forbes, пытались разоблачить уже состоявшегося инкогнито артиста, как Кристофера Комстока. Карьерный путь диджея Зефира до сих пор изобилует загадками. Он ворвался на олимп электронного музла спонтанно, а о становлении с момента ноунейма до момента культового Маршмеллоу никому ничего не известно. Музыкант не вдаётся в подробности ранней биографии. Алан тоже частично прячет лицо под повязкой шарфом, но его фотки и интервью без маскирующих аксессуаров есть в свободном доступе. Да и о первых шагах на пути к успеху музыкант не умалчивает. Как и все диджеи, включая, я уверен, того же Маршмеллоу, он начинал тривиально, скачал на комп прогу и фолл-студио и брончал на клавиатуре в свободное время. С псевдонимом Алан решил не заморачиваться и лил в сеть первые треки под ником DJWalks. Одной из первых примечательных композиций стала Celebrate. Её релиз состоялся 7 лет назад, когда пацану было всего 15. Маршмеллоу же свой первый трек Waves дропнул на SoundCloud 4 года назад, то есть приблизительно, когда ему было 23. Кстати, Марш по сей день открещивается от бэкграунда, не подтверждая и не отрицая принадлежность к творчеству DJ.com, того самого Кристофера Комстока. Алан сначала метил в сферу IT, он должен был стать дизайнером и программистом в одном флаконе, но довольно быстро отказался от этого увлечения и даже бросил школу, погрузившись в музыку. От момента старта в FL Studio до момента выхода той самой Celebrate прошло меньше года. Чувак круто прокачался в довольно сжатый срок, что как бы намекает нереальную любовь и интерес к искусству. Первый хайп вокруг Волкера поднялся 5 лет назад с публикацией трека Fate. На него обратила внимание звукозаписывающая компания No Copyright Sounds. Маршмеллоу здорово подсобил Skrillex, который опубликовал его ранние треки на своей странице. Волкеру уже пришлось больше карпеть фактически в одиночку, пока его не стал раскручивать шведский филиал Sony Entertainment. Дядьки и тетки из корпорации сделали ставку на трек Fate, но внесли в него собственные коррективы. Привлекли к созданию вокала норвежскую поп-певицу и изменили название с Fade на Faded. Песню перевыпустили 4 года назад, сняв на нее клип в таллиннских закоулках. Несмотря на отсутствие громкой поддержки со стороны, Faded выстрелила. И это мягко сказано, на сегодняшний день работа собрала более 2,5 миллиардов. Для сравнения, пилотная композиция Маршмеллоу, ориентированная на широкие народные массы, а именно Find Me, имеет менее 100 миллионов просмотров. Но как бы то ни было, а вокруг личности Маршмеллоу все равно больше хайпа. Полагаю, это связано с тщательно продуманной концепцией имиджа. На зефирку обращают внимание все больше и больше людей, и это происходит отнюдь не из-за сверхъестественного таланта. Пиар со стороны состоявшихся мамонтов электронной сцены, загадочная мишура вокруг реальной персоны, многочисленные фиты с популярными артистами, постоянное фигурирование в жирных чатах, выступления на крутых ивентах. Именно эти факторы держат Маршмеллоу на гребне успеха. И это вопреки доказанной фактами и ютубщикам народной любви к Волкеру. Цифры упрямы. В прошлом году британский журнал DJ Magazine, как и обычно, опубликовал подборку лучших диджеев мира, где Маршмеллоу занял 10 место, а Волкер аж 36. И это значит, что зефир и его восхитительная история восхождения на пьедестал в большом почете. А раз так, в раунде первом Маршмеллоу 1 балл, Алан Волкер 0 баллов. Раунд 2. Творчество. Положа руку на сердце, скажу, что сам я не являюсь поклонником ни того, ни другого музыканта. Да и электронщины как таковой. Ну а тем временем, между поклонниками Маршмеллоу и Аллана разгораются нешуточные конфликты. Одни говорят, что музло Волкера это бесконечно пищащий звук из высоких частот, а другие практически вторят им, но обвиняют в подобном уже марша. Но сплошные басы в перемешку со старым добрым трансом. На самом же деле стиль у Зефира как раз есть, причем довольно хайповый. Называется он Future Bass и сочетает в себе элементы нео-соло, хип-хопа, айрнб и даже трэпа, которые являются относительным свежаком в мире музыки. Ну а все эти глубокие биты до ритма дополняются мелодиями синтипопа, фанка и кантри. В общем, не стал изобретать велосипед и решил выехать на тех жанрах, которые актуальны конкретно сейчас. И пусть треки далеки от хип-хопа, чувак смекнул, что мощные басы ныне в почете. И что тут скажешь, не прогадал. Элан Уолкер тоже взял за основу культовый жанр, сварганив что-то среднее между классическим электрохаусом и дипхаусом. Да вот беда. В то время как Рэпчина с ее ритмичными тембрами модно до сих пор, хаос быстро выстрелил и быстро загнулся. Хотя чего греха таить. Таланты все-таки выбились, и музыкант собирает сливки по сей день. Правда, первоначальный стиль он все-таки варьирует. Вместо тысячи слов сравним два трека, написанные Алланом, с интервалом в пару лет. Позапрошлом году критики из развлекательного еженедельника Билборд описали его дебютный альбом так. Different World превратил ноющие синтезаторные мелодии в хоровое пение, смешал теплые карибские ритмы с хардстайл битами, и электрифицировал танцпол настолько, насколько это позволяют радиоротации. Для сравнения и объективности глянем на оппонента. Уж не знаю, какой там монотонности Волкера вещают фанаты Марша, но мне кажется, что за те же два года в треках Зейфира не поменялось ровным счетом ничего. Помнишь, Ильюха Эксайл жаловался, что Маршмелло гнусно тырит его музло. И хотя я считал, и по-прежнему считаю это бредом, суть в том, что музыку Маршмелло не так просто отличить от музыки подражателей. Говоря об электронщиках, нельзя не упомянуть их фиты с другими артистами. Маршмелло почти со старта записывал треки и миксы с Келвином Харрисом, Селеной Гомес, Арианой Гранде и другими звездами. Послужной список коллабораций Алана не менее завидный. Он тоже успел миксануть треки. Экс-экс-экстентасиона, Сия, Майли Сайрус и Бруно Марса, а еще выступить на разогреве у Рианы, Джастина Бибера и Мартина Гаррикса. Но давай здесь все-таки вспомним, что Волкера, в отличие от Маршмелло, и продвигали ребята вроде Скрилекса, Атиеста и Шон Мэндес, не проводили якобы дианон и тем самым подогревая интерес к образу. А теперь взгляни на просмотры их работ на Ютубе. Самый популярный трек Алана 2,5 миллиарда, Марша – полтора. Второй по популярности у Алана – миллиард. У Марша – 650 миллионов. Раз уж люди охотно смотрят и слушают музло сами, без стимулов и промо от влиятельных артистов, значит оно чего-то стоит. И в раунде втором Маршмелло – один балл. Алан Вокер – один балл. Раунд три. Медийность. В одно время Маршмелло было слишком много. Так что даже очень далекие от электронной музыки люди начали интересоваться его эксцентричным обликом с маской. Сразу после того, как диджей дропнул сингл «Find Me» в SoundCloud и стал известен более-менее широкой публике, музыкант отправился на жирные фесты и ивенты. В их числе были Pyre 94, Pomona, Miami Music Week и другие. Думается мне, что продюсеры уже тогда взялись за интенсивную раскрутку персонажа и его музла. По принципу, кой железо пока горячо. И на это косвенно намекает тот факт, что его вскоре выпущенный трек «Alone» стал платиновым в Канаде и США. В 2016-м Zephyr принял участие в Electric Daisy Carnival в Лас-Вегасе, где состоялся тот самый троллинг от Тиеста, снявшего с себя маску. Первые карьерные рывки Волкера были не настолько впечатляющими. В основном он завоевывал сердца простых слушателей на SoundCloud, Spotify, iTunes и других онлайн-ресурсах. А живой дебют Алана состоялся лишь три года назад, вернее сказать, аж спустя два года после начала серьезной карьеры. В самом начале года парень выступил в Осло на соревновании сноубордистов Winter X Games. Музыкант исполнил 15 треков, то есть дал чуть ли не сольный концерт. Вскоре после этого его позвали на A High Awards в Германии, а затем Аллан возглавил хит-парад Energy Euro Hot 30. В конце того же 2016-го Волкер замутил сольный концерт в родном городе Берген, а в 2017-м Аллан записал трек Ignite, который был задуман для продвижения смартфона Sony. В глобальном смысле диджей не фигурировал в каких-либо серьезных выступлениях вплоть до середины 2018-го, пока не отметился на фестивале Каачелло. Тем временем Маршмелло разрабатывал хитрую стратегию по приобщению максимального количества молодняка к своему творчеству. В начале этого года он замутил мощную коллаборацию с Fortnite Battle Royale и организовал внутриигровой концерт, который собрал 10 миллионов игроков в первый же день выступления. Промо на этом не завершилось, и Зефир вклинился в выпуск скинов. Парень и сам рубится в форт, поэтому думаю, что пиарить игруху ему не составило труда. Смекнув, что расширить аудиторию весьма просто, Аллан тоже решил скооперироваться с Battle Royale. Спустя пару месяцев после Маршмелло он закончил сделку с PUBG Mobile и презентовал свежий хит «On My Way» геймерам. Песню можно было воспроизвести в главном меню и транспорте. При этом официальный релиз композиции состоялся только на следующий день. Такая себе плюшка и замануха для мамкиных первооткрывателей. Летом Волкер дал живой концерт во время гранд-финала PUBG Mobile Club Open в Берлине, подготовив специально к этому событию трек «Live Fast». На этом, в общем-то, сотрудничество сдолось, а с эфир все так же продолжает продвигать Фортнайт. Впрочем, некоторые скептики считают, что тут спорный вопрос, кто кого продвигает. Маршмелло-форточку или форточка-маршмелло? Живая медийность – ключевая составляющая долгоиграющего успеха на музыкальном поприще. Но мое постоянное нахождение в поле зрительского внимания и последний фактор, благодаря которому он стал вторым диджеем по заработкам за прошлый год. Марш это четко понимает, поэтому уделывает конкурента в финальном раунде и получает решающий балл. Маршмелло – два балла. Алан Волкер – один балл. Итоги схватки двух, пожалуй, наиболее известных диджеев современности определили подписчики нашего паблика ВК, активно голосовавшие за своего фаворита. А чьи треки больше по вкусу тебе? Маршмелло или Алана Волкера? Пиши ответ в комментариях и не забудь подписаться на наш канал, чтобы первым смотреть самые жаркие батлы Ютуба. Также заглядываем в наш паблик ВК, ведь там мы регулярно вместе общаемся, проводим подобное голосование и ревнодугарными мемчиками.